привет друзья мои вот и снова с вами я вы знаете очень долго могла выйти на связь вы знаете очень сильно переживала по поводу всех случившихся в россии событий по поводу кемерово и в общем хочу быть конечно крайне осторожны в своих суждениях и поэтому я не стала уже отсюда как-то это все комментировать а вот я хочу вам сегодня показать то что обещала свои поделки друзья может быть не ко времени уж извините но думаю что я хочу сегодня их вам показать ну вот первое чем я занимаюсь это докупажем друзья и вот это вот вот такая вот прикроватная тумбочка вот видите которую я сделала сама это стиль шабишик как вы видите вот так она смотрится издалека у меня две вот 2 такая тумбочка ну вот эта тумбочка она вот такая была вся вот такого цвета видите мне этот цвет абсолютно не нравится он не подходит к тому стилю который я для себя определила в этой комнате большой поэтому вот я его вот так перекрасила вот еще у меня такая есть симпатичная столешница столик вернее такой тоже в английском стиле он был тоже темный очень старенький вот эти вот были у него во многих местах повреждены я их все восстановила вот где-то лучше где-то хуже они восстановлены но тем не менее он приобрел очень такой симпатичный вид не он очень нравится вот я также вам уже показывала как я оформила свой камин друзья вот это вот все я тоже сделала сама немножко состарила его позолотила вот эти вот вензеля вот камин настоящее время вот выглядит вот так это же по сравнению с тем каким какой он был на это просто супер друзья ну вот хочу еще показать вам вот этот комод стиль шабишик и в стиле декупаж друзья я его тоже сделала но вы знаете это пожалуй одна из моих величайших ошибок это самая первая вещь которую я сама в общем декорировала скажем так и вы знаете я перестаралась потому что моя ошибка была в том что я вот эти вот ящики я их вынула естественно все их зачищала но все как положено делала и потом стала их декупировать отдельно каждый и когда я накладывала вот эти вот замечательные рисунки на каждый из ящиков мне очень нравилось как они выглядят я абсолютно не подумала о том что все вместе это будет слишком много друзья вы видите да вот картинок оказалось слишком много и в общем конечно я уже не стала его переделывать все равно он выглядит гораздо лучше потому что он также был очень старый вот и вот он выглядел таким пошарпанным очень страшным черным ну вот я его сделала пошарпанным по-новому стиле декупаж и шабишик также вот на этом у меня стоит на этом комоде вот такое зеркало друзья это тоже сделала я сама я его так немножко украсила ракушками и тоже покрасила эту рамку белый цвет вот она такое такого интересного формата я ее еще и поставила необычно как вы видите и мне кажется что смотрится она довольно таки неплохо также вот я сделала еще вот такие рамки стиле шабишик друзья вот видите очень даже симпатичная мне нравится вот я в одной из рамок даже старую фотографию своих пра-пра дедушек пра-пра бабушек поставила и в общем конечно смотрится она мне кажется хорошо вот если говорить о рамках дальше о рамках для фотографий вот такую я уже потом совместила мне показалось что просто покраска в белый цвет она немножко уже как бы сказать ну меня немножко надоело уже такая декорация я сделала вот такую декорацию уже используя ракушки ну и называется пошло-поехало вот я ракушками еще сделала вот такую подвеску которую можно в любое место повесить она выглядит очень симпатично тоже мне нравится и она даже немножко звенит правда стекло но немножко звенит а вот такая также рамка друзья это тоже сделано из старой рамки на основе холодного фарфора я на нем вот тоже укрепляла вот эти всяческие маленькие ракушечки у меня этих рамок две осталось вот они видите они так как бы похожи немножко но все равно каждая она индивидуально а вообще я делала таких рамок очень много я их раздавила это замечательно для подарка вы знаете и при том и смотрятся мне кажется они довольно неплохо идем дальше друзья называется чем дальше тем страшнее да вот я украсила свои часы вот так ракушками это уже просто с пистолет я использовала пистолет жидкий клей там ну и знаете вот такие часы другой комнате использована тоже техника вот такая рамка опять для зеркала не хочу я себя показывать в зеркале но к сожалению вот такая рамка вот такие еще два зеркала они у меня висят видите против окна может быть к сожалению вам не будет видно но это тоже сделано ракушками вот я такие панно очень люблю тоже делаю и ставлю в качестве украшения в комнатах или в ванной вот как в данный момент вот такая картинка я тоже сделала сама вот оплела веревкой и и поставила туда вот эту фотографию шикарного парусника также вот это зеркало я полностью сама восстановила друзья я его купила за копейки тоже на кабуцели то что я вам говорила можно купить все что хочешь за копейки он был это зеркало было повреждено оно было все разбито вот это гипсовая основа я ее восстанавливала вот перекрашивала подкрашивала и в настоящее время это зеркало смотрится очень даже симпатично мне кажется вот это зеркало это также я сделала сама здесь уже немножко шире я взяла рамку идет на как бы на этом овальном зеркале смотрится ну и вот пожалуй еще одно из последних зеркал которые я хочу показать это на кухне у меня по моему тоже видели кто интересуется и смотрит вот сзади если видите в зеркале это это все безобразие это я занимаюсь сейчас этими красками как раз все у меня там стоит приготовлено сейчас я вам даже покажу что я использую какие краски вот видите это вот так вот настоящий момент выглядит весь этот мой рабочий стол я потому что продолжаю всем этим заниматься сейчас вот покажу вам вот это вот краска фауноча пейнт и вот написано шелки финиш это в общем вот это вот краска которая использую для шабишика она так называется меловая чок краска вот она здесь как раз в англии подходит для того чтобы заниматься ей красить поверхности а вот такую я недавно сделала вазочку это вы наверное знаете да видели это вот так делается шпаклевкой такая великолепная поверхность я ее еще не до конца доделала хочу счет этот цветочек как-то прикрепить к ней вот в таком же стиле у меня сделано вот видите банка я ее на кухне использую вот такая же точно банка это я еще только сушу ее это она делается вот так видите покрывается и потом наносится краска какая вам нравится вот такую маленькую баночку тоже я буду использовать сейчас для того чтобы что-то как-то ее декорировать дальше вот к сожалению боюсь что если я вам покажу какими я пользуюсь вещами вот этот вот как я вам уже говорила филлер это шпаклевка вот которую я использую я ее разбавляю клеем пва вот такой у меня клей пва в принципе а наверное то что смогла купить то и купила вот еще такой клей пва они разные бывают вот они у нас только в таких упаковках это самая большая упаковка которую 500 миллилитров которую можно купить так скажем подешевле ну и вот такие вот баночки получается также мне очень нравится вот это вот вот такая великолепная напольная ваза она большая нити вот я ее сейчас высушила я красить что-то ее решила не красить мне нравится она белая сейчас я вам покажу как она выглядит на моем камине вот так она выглядит у камина у меня их две как вы видите они немножко разные но мне кажется что это даже и хорошо эту я тоже вазу декорировала сама ну она просто у меня покрашена шапишит краской вот этой что я вам показывал очок и вот она вот так вот выглядит и вот эту вазу она была темно-синяя довольно непривлекательная и вот сделала вот такой мне кажется она вполне себе даже симпатичная вот такой горшочек цветочками тоже использовала это же самое вот такие баночки видите я их делала тоже сама это декупаж уже вот такая вот баночка тоже сделано на основе шпаклевки вот две вот такие шкатулочки тоже это на основе той же самой шпаклевки вот видите как вам лучше показать ну вот мне кажется что вам видно на шкатулочка небольшая из крема баночки из-под крема и вот это такая шкатулочка еще пластмассовые вот так вот она выглядит друзья вот так она оформлена мне она тоже очень нравится вот наверное я ее сделала для того чтобы кому-то подарить очень симпатичная шкатулка ну и вот пожалуй последнее что им хотела показать это вот я рисую это мои рисунки акварелью друзья а вот такие они абсолютно разные вот такая еще вот это вот это натюрморт ну вот здесь тоже большинство своих работ я раздарила также друзья поэтому у меня остались осталось совсем немного их это знаете называется и чем бы дитя не тешилось лишь бы не плакала ну и вот все эти поделки я продолжаю этим очень увлекаться я продолжаю этим заниматься очень много у меня куплено уже всего что что уже ожидает так скажем приложение рук вот поэтому я вот кстати вот это вот сама по себе вот эта полка видите я ее тоже хочу покрасить сделать шаби шик вот ну и наверное друзья на этом я вам показала немножко то чем я занимаюсь свободное время которого у меня масса есть еще много других дел если кому-то понравилось пожалуйста задавайте вопросы ставьте свои лайки я жду ваших комментариев а пока я с вами прощаюсь всего вам доброго не болейте будьте здоровы и будьте счастливы друзья